Приветище! Это кафе-симулятор в Бомштауне. Бомштаун, потому что мы находимся у черта на куличках. Тут, в черте, что происходит? Бегают снежные человеки летом, рыжие коты, хотя у меня был в прошлой серии... серый. Всякие стихийные бедствия, самолеты летающие без пропеллеров и ужас, что... И туалеты на улице. В кафе есть свои туалеты, но они заблокированы. И приходится ставить туалеты рядом со столиками для випперсон. А там лось ходит. Короче, в прошлой серии обрушился вихрь страшенный. Торнадо. Он поразбивал мне все стекла, плюс еще бомжи. Мне тут помогли. Приходили бомжи, тоже лупили по стеклам, кидали камни. И мне нравилось то, что я им денег не давал. Шерифа я не смог вызвать, потому что у меня нет телефона. Я как будто в 19 веке живу, не знаю. У меня нет номера шерифа. Вот. А еще у меня сегодня будет кассир. Я найму кассира, ну и думаю, вот с этим чуваком что делать. Надо его как-то замотивировать побыстрее работать. И выяснить, варится ли пицца, или все-таки она в печи запекается. Потому что этот чувак пиццу варит. Что ж, начнем. Начнем мы с того, что нужно нам сперва все тут прибрать. Еще обойти все здание, посмотреть, нет ли где разрухи. Вот, давай. Что-то прикинь, не чистится. Во. Вот тут вот надо подремонтировать фасадик. Сейчас пробежимся. Это что, после торнадо вот так вот, да? Это вот так вот торнадо мне тут размухричило мое кафе. Пойду на крышу слазю. Уверен, что там что-то с крыши стряслось. О, да, по обрывало, смотри. Побрывало. Металлические листы. По ремонту, значит, все. Вон там вот окна так и будут разбиты, потому что у меня нет доступа на второй этаж. Мне осталось убрать мусор. Какой-то мусор где-то есть. Вот, смотри, чашки. Я все убрал. И нужно еще мусорку очистить, потому что... Мусорный бак заполнен. Закажите вывоз мусора. О, блин. Ладно, заказываю машину. У вас есть неоплаченные счета. Оплачивайте их вовремя. Если вы не оплатите текущие счета, то до того, как придет следующий, вам будет начислен штраф. Где мои счета? Вот счета. Ничего себе, 5 долларов. А, нет, электричество 266, газ 5, вода. Хочешь, 37 долларов надо оплатить. Давай, оплачивай. Оплачивай. Теперь вызываем машину, чтобы она выгрузила наш мусор. Почему у меня кот стал рыжий? А где серый? Ты не знаешь, где серый кот? Или вы поменялись? Значит, вот мусорка подъехал. Сейчас оно мне тут все разгрузит. Пойду займусь внутрянкой. Мне нужно срочно найти кассира. Кассира и еще, наверное, кухню одну поставить, чтобы пиццу готовили два человека. Значит, идем. А, во. Мусорка очистилась. Эту мусорку упираем. Все, good. Здесь good. Давай Headhunter наймем. По обоям, кстати. Мне сказали, что вот эти обои, это обои меняется на планшете. Вон. Management. Где у нас Management? Вот. Заплатить Headhunter и найти... Коммуникация, коммуникация. Блин, с мотивацией вообще у всех жопа. Короче, не успел я никого выбрать. Табличка обновилась. И мне нужно заново платить Headhunter. Блин, а это капец. Вот, смотри, скорость работы. 70 долларов просит. Давай наймем его. И, соответственно, вот этого чувака давай наймем. А вот этого вот мы, наверное, уволим. Уволим. Тебя уволим. Все, он пошел домой. Я же тебя хотел уволить. Давай, до свидос. Чеши своими боками отсюда. Косолапый ты, пацан. Вот реально косолапый. Эх, тогда наймем. Поставим, точнее, нанятых чуваков сюда. То у нас чего? Скорость работы 5 из 10. Мотивация, коммуникация. Значит, ты у нас будешь здесь. А ты у нас будешь... Почему я назначить работника не могу? Почему? Заблокировано, прикинь. Ааа, короче, чтобы нанять кассира, нужен пятый уровень. Хорошо, давай тогда идем в планшет и покупаем еще один столик. Так, вот так. И сюда тогда того чувака поставлю. Вот это назначить. Все, у меня два столика, соответственно, теперь по два заказа могу принимать. Открываем мою куфешечку. Люди добрые, заходите. В 6 вечера открылся. То, что нужно. Котя, давай я тебя поглажу. Надеюсь, что сегодня урагана не будет. Можно, кстати, столиков еще побольше поставить. Подожди, подожди, подожди. Давай закроемся. Только открылся и сразу закрылся. Мне нужны столы. Срочно мебель. О, какие интересные столы. За 350 можно вот такие поставить, но нет. Один. И вот второй. Отлично. Ночной кофе открыто. Блин, как же плохо, что тут нет вывески. Вот где окна разбиты, туда можно буквы поместить в каждое окно по букве и написать КО-Э. И восклицательный знак. Разработчики это, видимо, не предусмотрели. Прикинь, у меня тут на улице пешеходный светофор есть. Красный человечек вон там горит. Типа, здесь реально пешеход? Серьезно? Я даже дорожки тут не вижу пешеходной. Новые заказы. Как это ты мимо меня прошел, пока я там пешеходные дороги рассматриваю? О, это ты, конкурентша, пришла. Че хочешь? Пицца карбонара. Кстати, можно ценник поднять на пиццу, подороже продавать. Цены на пиццу. Давай, значит, семеро. Пицца четыре сыра десятку. Нормально. Здесь семеро. Нет, это слишком дорого. Шестеро. Вот так вот мы сделаем. Вот тут девятка. Тут одиннадцать. Вот, вот такие цены. Чуть-чуть подняли. Нормоз. Кто из вас готовит? Ага, вот этот чел готовит. И они тоже варят пиццу. Ну кто это? Ну как? Ну что? Ты че там томаты варишь? Карбонара? Это же там ветчина же. Там ветчина и сыр. О, еще один чувак. Всех нужно учить, как работать. Пицца карбонара. Снова. Всех на карбонару потянуло. Второй чувак, давай готовь. Самолет опять летит. Я слышу, я слышу, что летит самолет. Вон он. И видно же, вон у него винт на правую сторону. И он не крутится. Еще чувак пришел. Спортсмен. Давайте, давайте, не расслабляйтесь. Готовьте. А я тут пока приберусь. У меня бы еще чувака, который бы прибирался. Эй. Убери вот эту штуку. Возьми швабру. Опля. Опля. Ох уж эти свинопосетители. Оставляют тут мусор за собой. Че там по пицце? Раз пицца, два пицца. Давай два заказа взять сразу. Нет, по одному могу. По одному. Значит, ваше, пожалуйста. Потом бегу, 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 бегу. Беру вот эту вот. Как тут все непродуманно брать вот эти пиццы. О, еще один посетитель пришел. И твоя пицца, держи. Главное, ничего не перепутать. Вы что, сударь, хотите? Подождите, я еще один заказ отдам. Вот так вот. А, у тебя есть? Вот, держи. Все счастливы. Все довольны. Что вы хотите? Вы пицца-кантри заказываете, на. Пицца-кантри. Может быть, меню расширить? Если меню расширить, то мне придется новые продукты покупать. А у меня только на пиццу. Колодос хоть взглянуть. Че там? О, я уже слышу шум, как в ресторане. Знаешь, там тарелками стучат, вилками, приборами. О, еще один. Пицца-маргарита. Маргарита. О, чаевые забираем. Мадам, вам нужно будет подождать, потому что у меня плотничком два повара готовят. Подождите. Значит, блюд у меня никаких не надо нести. У меня тут в зале бардак. Нужно прибраться. О, чаевые еще. У меня вот тут кто-то кофе оставил. Тут что, чаевые. Как хорошо, что люди не забирают мои чаевые, которые оставили другие посетители. Вот тут срач, собственно. Это тоже там. Кому-то уже пиццу приготовили. Да не одно, а уже две. Пойду разбирать. Ну, пошла отсюда. Не мусори мне тут. Я как старая бабка, которая убирает территорию. Значит, что вы? Пицца-маргарита. Пицца-маргарита. Вот. Готовится. Все, можете пора идти, присесть. Это взять. Можно как-то это сразу две взять пиццу? У меня же две руки. И все-таки в двух руках и таскать. Восьмой. У тебя седьмой. Значит, тебе первый. Нет, не тебе. Тебе, что ли? В смысле? А кому пицца-то? Вот вам. А, у тебя с беконом. У тебя тоже с беконом? А у тебя просто? Так, я, походу, не ту пиццу одну сготовил. Ё-моё. Подождите. Подождите, мне нужно одну пиццу выкинуть. Я, походу, обосрался. Обосрался, блин. Отстань, пицца. Пиццу хочу выкинуть. Выкинь ее. Выкинь. Выкинь ее. Выкинь пиццу. Ничего, ее туда прям выкидывать. Нужно в тот бак бежать. Вот это я просто филился, блин. Что, вместе с тарелкой буду выкидывать? Она не выкидывается, прикинь. Пицца не выкидывается. В заведении размножаются тараканы. Да, я знаю, но я не могу избавиться от пиццы, как мне быть. Мне словно кто-то клей ПВА налил на руку и приклеилась тарелкой. Теперь я буду всю жизнь с ней ходить. Я не могу ее выкинуть, черт подери. А у меня тут уже очередь. О боже, смотри, тараканы на кухне, прям под поварами. Короче, мне пришлось перезапустить тигру. И ко мне снова вернулся серый кот. Серый кот приносит удачу. Надо разобраться с тараканами. Что с ними делать? Мне нужно купить... У меня и счета неоплачены, и оплатить. Мне нужно купить средства от тараканов. Для этого нужны инструменты, наверное. Да, дихлофос. Покупаем дихлофос. И сейчас я их задихлофосю. Хорошо, что они на одном месте трутся. Готово. Слава богу. Слава богу. Единственное, жалко, что я профукал такую очередь, и двум клиентам не смог донести пиццу. Ну ничего. Дожили. У меня, прикинь, продуктов недостаточно для приготовления маргариты. Пойдем в морозилку зайдем, посмотрим, что по продуктам. Ооо. У меня только две коробки. Исчезли с морозилки. Мне нужен кетчуп. Мне нужно ТС-100. И, в принципе, вроде бы все. Как я так опростоволосился? Я сейчас всех клиентов потеряю. Срочно. Кто-нибудь помогите мне коробки затащить. У меня клиентура уходит. Капец. Как я так опростоволосился? Открывайся. Вот, открылась наконец-то. Вот. Тесто затащил. Крутите там это... Как это? Кружки крутите. Месите. Делайте заготовку для пиццы. Срочно. Не стойте дубом. Посетительница тут уже сгорает от терпения. Скоро она свалит. Тут кто-то оставил чаевые добрые люди. Спасибо. Спасибо. Так, значит. Я хочу посмотреть. Смотри. Разблокировались новые штуки. Например, логотипы и маркетинг. Давай посмотрим. Логотипы. Ух ты ж, нифига себе. Как это все дорого стоит. Как это все дорого стоит. У меня сколько денег? 4 тысячи. В принципе, можно купить и установить вот такой вот логотип. Давай это сделаем. Или вот быстрая еда. Черт, черт, черт. Я притащил. Я притащил вашу пиццу. Кушайте. Но она очень злая. А по-любому она не оставит даже чаевых. Фух. Но я успел. Морозилку надо закрыть. Вам что тут? Ледниковый период? Вы что, чукчешь что ли? Мороз любите? Возвращаемся к логотипам. Значит, я, короче, хочу. Давай вот такую подешевле. Тут 2 700. Тут 2 200. Давай вот это вот установим. Вы приобрели и установили новый логотип. Хочу посмотреть. О. Тут по телефону не трещи. Че там ты хочешь? Пицца Маргарита. Окей. Маргарита, точно. А то сейчас не то, чего не закажу. Мне повара сделают и я облопочусь. Привет, Кейси. Давай я тебе поглажу. Логотипчик тебе. О, круто. Вот это я теперь понимаю. Вот теперь настоящая кафешечка. Пойду посмотрю. Может мне и на чай. Все-таки та злостная тетка. Та тетка, которая долго ждала свою пиццу. Оставила мне 6 долларов. Прикинь, на чай оставила. Обалдеть. Видимо, настолько вкусно. Мне понравилось. Так, значит, дальше. Маркетинг. Я могу запустить маркетинг по каналам. Чтобы ко мне больше народу шло. Но я, в принципе, пока что справляюсь с этим. Поэтому радио еще есть. На радио, медиа. То есть это ютуберам заплатить, чтобы они меня порекламировали. Причем ютуберы самые дорогие. Цены у них хо-хо-хо. В вашем ресторане нет свободных столиков. И от меня ушел посетитель. Ну вот же, вот же. Вернись. Вернись. У меня освободился столик. Мог бы и подождать чуть-чуть. Если хотел перекусить. Короче, смотри. У меня рейтинг вообще бомба. Три звезды. Мишленовских, наверное. У меня осталось еще двух клиентов обслужить. Вон идет девятнадцатый. Я сейчас быстренько со столов тут все уберу. Кофе. Кто-то оставил. Тут тоже кофе. Тут чай. Чай. Кофе. На улице. На улице. Смотри. Листва налетело. Надо все это тоже убрать. Мусорка воняет. Смотри. Уже зеленым истощается. Давай ее быстро выкинем. Так. Все. Мусорный бак. Кофе. Слушай, мне достаточно продуктов для приготовления. Иди, 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 колотей. Да шо ж такое-то продукты. Заказываем. Значит, что у нас лук закончился? Ай-яй-яй. О, бомжар пришел. Смотри. Пойдем сейчас к нему сходим. Чего он там трется? Чай заберу. Это заберу. Дальше пошел, что ли, на улицу? Да, точно. Бомжар, что ты приперся? Что ты не надо? Что ты хочешь? Ну, пошел отсюда. Пошел, говорю. Все, кажется, он свалил. О, коробка. С луком. Я ж заказывал его, правда. Точно. Точно. Я ж лук заказывал и забыл про него. Подождем он мокнет у меня. В дождевую погоду всегда появляются лужи. Они могут влиять на впечатление посетителей о вашем кафе. Приобретите моб, чтобы убирать лужи после дождя и поддерживать чистоту и уют вашего кафе. Моб? Что такое моб? Это типа робот-пылесос, что ли, или что? Подожди, тогда я иду в магазин. А, для начала закройте магазин, прежде чем что-то покупать. Ясно. Странно, конечно, что я не могу зайти в магазин, когда кафе открыто. Почему? Я не могу помониторить, посерфить по Максику, чтобы присмотреть на будущее, что мне купить. А вот, кстати, камера, смотри. Камера-то тут есть, и она разблокируется на седьмом уровне. О, как это далеко. А еще есть какие-то навыки, они на пятом уровне разблокируются. Итак, товарищ посетительница, вы мой двадцатый клиент. Пожалуйста, повышайте уровень ресторана, чтобы получать дополнительные заказы на реставрацию и обустройство других кафе и ресторанов. За выполнение таких заказов вы получите денежную накраду, новую фурнитуру, опыт и логотипы. Откройте планшет и проверьте почту. Окей. Так, я, наверное, сейчас закроюсь, так что давай дуй отсюда. Мы закрыты. Сейчас последнего обслужу. У него уже пицца почти готова. Вот она, вот она, вот она. И я еще хотел сок купить, да, потому что в сухомятку пиццу жрать не очень. Держи. Странно, я попить не могу, продавать. Дичь какая-то. Непонятно. Все, значит, у нас тут все закончилось. Нужно сейчас посмотреть моб. Моб, что такое моб? Где его купить? А, знаешь что? Я думаю, что не здесь нам этот моб нужно искать. Нам нужно в инструменты зайти. Нет. Хотя дрель есть. Офигеть, дрель можно купить. Ладно, я куплю дрель. Пусть будет. Пока искал моб, нашел, смотри, чего. Автомат с газировкой. А, нет, это автомат с мороженой. Не-не-не-не-не. Подожди, я перепутал. Может быть, автомат с газировкой есть? Газировку-то как мне продавать? Почему автомата с газировкой нет? Вот. Я нашел автомат. Это просто вендинг машина, которую ты пихаешь купюру, и она выдает тебе напиток. Seven Jump, который называется. Но, чтобы его разблокировать, нужно седьмой левел. Короче, ни черта я здесь не нашел. Вот они эти лужи. Как их убрать? Чтобы убрать лужи, зажмите F и выберите моб. Моб? Швабра, может быть? Швабра? Нет. О, швабра убирается. Слушай. Швабра убирается. А тут про моб какой-то говорили. Моб, блин. Как инопланетное название летающей тарелки. Короче, с мобом разобрались. Теперь нужно разобраться с зарплатой, потом на почту. Зайти, почитать, что там мне написали. Значит, менеджмент. Уволить, заплатить 35 долларов, заплатить. Давай-ка. О, у этого мотивации вообще нет. А если мы ему заплатим, мотивация поднимется. И этому тоже заплатим. Мотивация отлично. Все хорошо у нас здесь. Дальше переходим на почту. Читаем, что тут за почта. Семейное кафе. Привет. Я видел твое объявление в газете Castle Like Post. Мы с женой планируем открыть уютное кафе на окраине города. Но не знаем, с чего начать. Нам нужна твоя помощь. Нужно убрать весь мусор, сделать ремонт и обставить интерьер. Поможешь нам с этим? Мы хорошо заплатим. 4000 долларов он не обещает. Плюс я получу новую фурнитуру, подходящую для кафе или ресторана. Новый логотип и плюс 500 XP. Блин, это все вот. Сейчас я тут у себя в ресторанчике разберусь вначале. И потом, может быть, я к ним схожу. Блин, пока тащил последнюю коробку, у меня тут тараканы развелись. Стой, вот это. Закрываем быстро, чтобы тараканы в морозилку не забежали. Что за электричество? Ты слышишь звуки электричества? У меня сломался пожарная защита. Противопожарка. Черт, как мне тебя починить? Дрель нужна, наверное? Сейчас, подожди. Я ей заплату кому-то заплатил. Давай я с дрелью. О, точно. Дрель всему голова. Починилась наша крыса. Крыса, надо ее поймать. А то иди сюда, иди сюда. Вот так вот, отлично. Еще что-то где-то надо убрать. Сраный дождь, как это закончишься уже? Мне надоело за тобой убирать. За всеми убирать надо, даже за дождем. Короче, у меня предложение. Прежде чем отправляться кому-то что-то там помогать с рестораном, я хочу добить здесь пятый левел, поставить чувака на кассу и свалить отсюда. Что-то у меня тут сотрудники как-то медленно работают. Ну-ка я посмотрю, что там у них. О, мотивации нет. Давай-ка моему зарплату заплатим. Мотивируем их вот так вот, вот. Отлично. Так, значит, что там вы хотите? Четыре сыра? Да легко. Самая любимая пицца у нас, это топчик. У меня тут, короче, смотри, опять... Что это, газету кто-то оставил вместе с чаевыми? Словно кто-то шауху поел. Ох уж эти клиенты, которые оставляют за собой мусор. Блин, опять сломалась. За что ты будешь делать-то с ними? Китайское барахло, бракованное. Так. Тут еще сломалась. Так, вот. Прости, не месье, что чуть не... А, это мадам, чуть не просверлил ламуха. Так. Мусорка уж за битком. А, блин, надо вывезти мусор. У меня там тоже битком. Заказываем, конечно, тачку. Ё-моё, вот это жесть. Вонизмон... О, тут еще и морозилка открыть, капец. Что вы заказываете? Четыре цира, четыре пиццыра. Это мы тоже закираем. Тащим за стол. Извините. Кого я тут... Вот вы, вот. Или вы. Вот вам. Хорошо, что тут есть нумерация на столиках. Чай я заберу. Это не ваш чай, это мне. Тут еще под столом кто-то. Под стульчиком, вернее, насрал. Надо убрать. Все пучком. Опять кто-то газету оставил от шаухи. Тут вот тоже газета. Да что ты будешь делать-то? Вначале издалека кажется, что это не газета. Это волосы кто-то скинул свои. Снова четыре сыра. Я же говорю, она популярна. Это четыре сыра. Ее все хотят. По мотивации у меня все гуд. Мусорку можно выкинуть. Слава богу. Все. Теперь воня здесь не будет. И репутация у меня восстановлена. Мое-мое. Прямо вот тут. Тут вот прям вот так вот. Ну наконец-то пятый уровень. Аллилуйя. Аллилуйя. Так, значит. Пятый уровень. У нас открылись навыки. Давай посмотрим, что тут у нас. О-о-о. Мастер. Повышает скорость ремонта оборудования. Повышает скорость работы вашего персонала. Вот это вот можно изучить? Это нужная штука. Мне нужно теперь на кассу кого-то нанять. Мне срочно нужен этот. Как он? Хэтхантер. Вот этого нанимаем. У него коммуникация огонь. Как раз для кассы. Все. Я его взял. Блин. Я его не поставлю на кассу пока. Пока я походу это. Не закрою магазин. Магазин закрываем. Вот это и ресторан. Теперь я могу сюда назначить работника. Назначить. Ой, какой ты крутой дырский с бородой. Качмейн. Открываем. Снова магазинчик. Я промотивировать хотел своего кассира. Потому что у него мотивации вообще нет. Заплатим ему. Вот так вот. А вот этого я хотел убрать. Потому что у него скорость работы. Коммуникация не очень. О, блин. Да и тут тоже все проблематично с этими чуваками. Интересно, этот чувак в кепке будет пиццу таскать, нет? Или он только на кассе работает? Здравствуйте, здравствуйте. У нас новый кассир. Смотрите. Так. Кажется он потащил блюдо. Но у него в руках ничего нету. Сейчас проверим. Да, он таскает блюда. Это здорово. Это облегчит мою задачу. То, что нужно. Теперь я могу заниматься своими делами. Так, его обслужили. Все круто. На кассу я также могу проходить. Смотри, что тут творится. Обалденно. О, как посетители-то поперли. Слушай, ну можно, в принципе, даже и столиков побольше тут поставить. По навыкам. Давай еще посмотрим, что у меня тут очков дофига. Значит, повышает скорость ремонта оборудования. Это фигня. Ваши сотрудники смогут чаще предлагать клиентам приобрести дополнительные блюда, повышая прибыль. Вот это давай возьмем. Уведомление. Посетители уходят, если в толпе более четырех человек. Блин, надо столиков побольше сделать. У меня тут со столиками... Народу-то сколько поперло-то, посмотри. А что так много народу-то? У меня со столами траблы вообще. Хотя два столика свободно. Два столика. У меня кассир, короче, не справляется вообще со своей работой. Так, походу, мне на кассу надо пойти, да? Либо две кассы сделать. Так, пиццу четыре... А, у меня два стола, я больше-то и не могу обслужить. Эх, надо расширяться, походу. Так вот. О-о-о. Вся толпа уходит. Меня тут обматерили. Сказали, вы медленно работаете, ваш рейтинг упадет. Мы вам напишем беспонтовые комментарии, отзывы и все такое. Кассир, ты мне поможешь продукты затаскать? Там столько коробок, там вагон просто. Ага, поможет он мне. Ему работать надо, как он сказал. А я, как директор, буду сейчас отдуваться за все. Короче, как ты видишь, ходит ко мне толпами. У меня тут даже очереди собираются. Поэтому нужно расширяться. Давай попробуем купить еще одну кассу. Ага, мы ее не сможем купить, потому что у нас она уже установлена. То есть, всего одна касса, возможно. Ладно, в таком случае я куплю еще одну кухню. Причем здесь есть новый кухонный стол. У него две звезды. Готово. Значит, что есть у этого стола, чего нет у этого. В принципе, по-моему, они одинаковые. Только внизу шкафчики еще появились, да? Значит, мне нужен еще один повар. Headhunter, я иду к тебе. Вот так вот. Мне нужна скорость работы. Значит, вот этот чувак. Вот его нанимаем. И сюда его ставим. Назначить. Собственно, если у нас на кухне расширение, то и сюда я могу поставить еще один столик. Вот такой вот. И поставлю я его где-то здесь по серединке. Вот так вот. А здесь где-нибудь, а здесь где-нибудь. Я поставлю для комфорта вот такой вот стеллажик. Смотри, красота. Да, красота. Еще я лампочки, наверное, заменю. Нашел тут барную стойку. Почему бы и нет? Барная стойка будет вот здесь. Это я перемещу. Перемещу вот сюда. А барную стойку разворачиваем. И вообще вид будет огонь просто. Вот так. Ну, чудно. Вообще четко. Интересно, кто-нибудь за барную стойку садится? У меня напитков-то даже, в принципе, нет. Диванчики, диванчики, диванчики есть за 400 долларов. Я его поставлю, наверное, при входе. Для тех, кто хочет подождать, чтобы поесть в моем ресторанчике. Поэтому... А, здесь я не могу поставить. О, пожарка приехала, смотри. Че надо? Че приехали? Пожарная инспекция, что ли? Я это обустройством занимаюсь. Куда это вы пошли? Прикинь. Пожарка. Офигеть. Ничего себе. В заведении размножается тараканно. Приобретите спрей и уничтожьте их. Блин, а там инспекция похода. Но это не санитарная инспекция. Так. Че ты хочешь? Че ты... Куда ты идешь? Так, быстро. Ой, и крысы тут. Капец. Быстро с тараканами разбираться. Результат пожарной инспекции. Добрый день. Меня зовут инспектор Льюис. Периодически я буду приезжать к вам, чтобы проверить пожарную безопасность. Потому что безопасность ваших посетителей прежде всего. По нашим правилам, у вас должно быть минимум 3 исправных. Датчика дыма на каждое помещение среднего размера. Периодически проверяйте ваши датчики дыма. Чтобы выявить поломку и вовремя их заметить. Результат вашей проверки ниже. Хорошего дня. Ваш результат 5 из 5. Ю-ху. Отлично. Всего доброго, месье. Фух. Таракан его не вольнует. Его вольнует только пожарная безопасность. А где эта глобаная-глобаная мыс? Я сейчас ее поймаю. Бегай тут перед инспектором. Куда она? Я видел, я видел. Вот она ты где. Скотина, иди сюда. Так, значит. Диван что-то не ставится. Я хотел сюда впихнуть диван. Но он не ставится. Что странно. Как-то на стенку можно поставить. Короче, на пол не ставится. Диван. Вот, здесь ставится. Здесь поставился. Хм. Странно. Коврик велкам. Вот. Его, конечно же, обязательно нужно здесь вот. Нет, надо его развернуть. Вот так ты заходишь. И тут вот будет написано велкам. Тоже, прикинь, нельзя поставить почему-то здесь. Почему нельзя поставить? Вот сюда куда-то можно поставить. Блин, это капец как далеко от входа. Ну ладно, пусть будет. Пусть будут ножки обтирать, чтобы не так грязно было. Надеюсь, это сработает. Короче, по освещению. У меня тут куча ламп открывалась. И пора бы что-то повесить. Достойное. При входе вот эта лампа. Ох, блин, они какие яркие-то. Вот эту я уберу. Она капец как слепит. Во, вот это нормально. Нормальное освещение. Здесь я поставлю вот такую круглую. Ну-ка. Во. Вот нормальные лампочки. Не то, что вот это фигачит прям. И здесь мы купим крутые лампы. Вот такие дизайнерские. Вот одна будет вот здесь висеть. У окошка. В принципе, ну, конечно, она долбит по глазам, но не так, как та. Вот здесь вот. И вот здесь вот. Ну вот, всяко поприятней. На сегодня я думаю, что это все. Сейчас еще посмотрю, что тут. Досуг у меня есть. Теннисный столик. Куда же мне его воткнуть-то, теннисный столик? При входе где-нибудь? О, кстати, я его тут могу где-то поставить. Где-то, может, вот тут вот. Вот так вот. У меня теперь и теннисный столик здесь есть. Отлично. Пока тут все жрут, можно и поиграть. Еще и картины можно прикупить. Что-нибудь с кофе, кофейное, что-нибудь такое. Ну ладно, Нью-Йорк. Пусть будет Нью-Йорк. Вот сюда повесим. О, лапота. Еще бы у вас здесь вот что-то повесить. Сейчас, подожди. Посмотрим, что сюда повесить. Эфелеву башню вот так вот шлепнем. Ну, четко уже кафешечка приобретает изюминку. И, наверное, на сегодня это все. В следующей серии мы отправимся по письму помогать обустраивать новое кафе. Вот. Ну, а если тебе понравилось и ты хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк под этим видео, подписаться, если ты еще не подписан. И увидимся в следующем ролике. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok